В этом году в Якутии планируют произвести пересадку сердца. Об этом сегодня заявили в Минздраве Республики. В планах также сложные операции по пересадке легких и органов желудочно-кишечного тракта. Рассказывает Царгалана Захарова. Более 6 тысяч человек смогут в этом году получить высокотехнологичную медицинскую помощь. Это операции в области нейрохирургии, офтальмологии, травматологии, кардиохирургии и трансплантологии. Что касается последнего, то в прошлом году важным достижением якутских врачей стала успешная пересадка кадаверного органа пациенту. В 2017 году мы уже сделали две пересадки почек, уже кадаверные. Но мы уже просто об этом громко не освещаем, потому что мы считаем, что это уже поставлено на рабочий поток. И каждую кадаверную трансплантацию мы уже кричать не будем, что мы сделали кадаверную трансплантацию и так далее, потому что это у нас уже поставлено на поток. Также в области трансплантологии в этом году планируют провести такие сложные операции, как пересадка сердца и легкого. В этом году мы анонсировали, что мы уже на этапе подготовки трансплантации сердца. Мы, наверное, это сделаем в 2017 году. У нас уже больные есть, научно-техническая база уже подготовлена. Но мы громко пока об этом не говорим, но мы, в принципе, уже готовы. Еще один прорыв, который ожидают в этом году – внутриутробные операции. Благодаря им в республике снизят младенческую смертность. В частности, речь идет о такой патологии, как диафрагменная грыжа. Новорожденные с таким диагнозом в 100% не выживают. Но с введением так называемой фетальной хирургии печальную картину можно кардинально изменить. В 2017-2018 году мы будем эти операции делать уже внутриутробно. Это, конечно, позволит нам того, чтобы эти дети адекватно дышали, потому что осложнение, которое у них бывает, у детей с диафрагмальной грыжей, это гипоплазия или аплазия легкого за счет того, что органы брюшной полости находятся в грудной полости и не дают развиваться легкому. И таких вот патологий очень много. Отметим, что ускоренное развитие инновационной медицины вошло в один из августовских указов главы республики. До 2030 года должны свести на нет необходимость выезда пациентов за пределы республики для получения высокотехнологичной медпомощи. На данный момент для реализации плана до 2020 года требуется больше полмиллиарда рублей. В среднем по полмиллиона в год. Если бюджетные средства позволят, то самые передовые технологии в медицине станут доступнее для каждого.